Всем привет! Вы на канале Лина Лори. Я узнала, что сегодня день коллекционера. Я не сильно увлечена этим, но собачек я все-таки собираю, все-таки коллекционирую. И сегодня я хочу вам рассказать о своей коллекции. Сейчас у меня на столе первая часть коллекции, потому что вторая у нас на питомнике стоит вместе с кубками. А это первая часть. Хочу немножко рассказать, кто здесь и как они появились. Я очень часто покупаю статуэтки по парам. Вот видите, тут два лаборатора одинаковых, две афганские борзые, две овчарки и дальше у меня две елочные игрушки. Эти, если есть возможно, вот эти вот у меня еще по парам баллоночки кавалеры и бассетхаунды тоже два. Также две таксочки. Почему по две? Потому что со временем все-таки это настолько хрупкие изделия, что они ломаются, иногда портятся, что-то отпадает. И я приняла решение, что если есть возможность покупать попарно, то я это буду. Поэтому вот несколько у меня статуэток именно попарно. Это вот попарно, это те, которые я купила уже сама. Это новые статуэточки. Если вы, кстати, коллекционируете и вам нужна какая-то поменяться, для этого тоже куплены они попарно, чтобы была возможность обмена. Вот эти две собачки. Они попарны не потому, что они вместе куплены. Вот эта собачка досталась мне от бабушки. То есть, ЛФЗ, но ей очень много лет. Примерно. Ну, больше 50 точно. Я не знаю, сколько. Это шпиц. Должна быть собоедская лаечка. Вот. Она у меня хранится отдельно, ни на каких полках она не стоит, потому что я просто за нее переживаю. А это по этой же, видно, в этой же форме сделан шпиц. И сейчас продаются современные вот такого окраса. Вот эта собачка тоже собачка бабушкина. У нее отпал хвост. Мы всю жизнь, в детстве, я помню, маленькие, мы хранили на ней резинки. Ну, вот такой скотч-терьер тоже ЛФЗ. Это у нас боксер не фарфоровый. Он из чего-то сделан, из какого-то пластика. Куплен в ломбарде. Ну, в этих старинных магазинах. Елочные игрушки, они вообще пластиковые. То есть, они очень легкие, и они не стеклянные, не какие-то просто пластиковые. Так, ну, вот эти вот попарные я уже рассказала про этих собачек. У меня есть вот такой кубик. В кубике у меня маламут. Я его купила на одной из выставок. Видите? Сейчас я как-нибудь сфокусируюсь на нем. Вот такой маламут. Он идет в таком чехолочке. Вот там хранится. Эту собачку я выиграла на выставке в Леш-Короле. А вот это куплено как раз в магазине Антиквара. Кстати, не дешевая была, между прочим. Простые дешевочки. Дешевские собачки китайские. Балоночка и лабрадорчик тут у нас. Буделечек. Вот такие вот собачки. Вот эта собачка, она была брошкой. Я ее купила на ручной работы, но брошка от нее отпала, поэтому она просто лежит у меня как коллекция маламут. Дальше. Ну вот эта для открыток простая была. Вот такие для ерки, для колечек. Два вида. Они потемнели. То есть серебро. Серебряный цвет должен быть. Но они уже потемнели. Я их не чистю. Стоят, стоят. Стеклянный маламут. Этик должен быть маламута-хаски. То есть хвост загнут как у маламута, а глаза голубые как у хаски. То есть ни два, ни полтора. Дальше. Собачки под гжель. Вот такой вот хасочка. И вот такой вот стриженый ерк. Я думаю, что это стриженый ерк. Собачка из камня. У нас она не одна, у нас несколько. Просто остальные. Вторая часть будет чуть попозднее. Вот эти вот собачки. Они не парные. У них разные позы. Но их было две. Потом из такого странного материала, типа глины, они очень насыпаются. У меня тоже хранятся не на полке. Потому что при малейшем вообще воздействии у них все клошится. Ну, какие-то вот меховые собачки. А он без хвоста уже. Ну, и так как у нас символ нашего города глиняная игрушка, я нашла глиняную собачку. Ну, как у меня вот такого вида. Хотела здесь собрать коллекцию киндер-сюрпризов, но тогда у меня не было денег, когда она была. А сейчас уже поздно. Вот такая первая часть на моей коллекции. Кто хочет поменяться, либо что-то подарить, может быть, либо еще, пишите с удовольствием. С вами пообщаемся на тему коллекции собачек. Вторая часть моей коллекции находится на питомнике. Вот здесь, где стоят наши кубочки, вот там сейчас видно лошадку, убрала, выставила сюда на стол, чтобы вам показать, что у всех было видно. Итак, начнем с двух копилок. Обе копилки хаски. Это вот такая вот. И вторая просто в голомаркете куплена. Ну, просто так. Вот, потом дальше у нас опять басит хаунд. Такой прикольный. Ну, и дальше пошли хаски. Здесь все-таки больше хасей, потому что это уже на питомнике. Такое есть с косточкой. Тут таксочка есть. Коллекция, которая была в пятерочке, продавалась пузатиков. Новый год закончился, и они продавались по 15 рублей штука. Конечно, я купила всю. Еще есть тоже повторные. Например, вот два у меня вот таких вот есть. Дальше. Вот этот у нас изюшка королы с выставки провезем. Это у нас из камня собачки. Волк. Это вот типа волк, но он почему-то тоже голубоглазый, поэтому я считаю его хаски. Это кореглазый. Мне очень нравится вот этот вот ротвейлер, потому что он очень анатомичный, хотя он из глины. Прям, ну, мальчик даже. Очень красиво сделан. Шерстка сделана. Все-все, видите, так прям. Очень симпатично. Дальше хасочка. Вот она мне тоже нравится. Она мне тоже нравится. Купила, увидела. Лежачая. Кстати, не дешевая. Потом вот это. Тоже типа хаски, голубоглазая овчарка. Очень красивый спаниель. Люблю именно такие вот анатомические, которые передают собаку. Ну, и вот это из браморной крошки должен быть маламутом. Вот такой вот. А вы что-то коллекционируете? Если да, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно. Спасибо, что посмотрели видео. Нажимайте на колокольчик. Ставьте лайки. Обязательно напишите комментарии. Спасибо. До скорых встреч. Всем пока. Пока.